Успей поставить лайк за 3 секунды, и тогда ты будешь учиться только на отлично! Считаю! Раз, два, три! Приветствую всех зрителей на соревнованиях по быстрому построению мостов! С вами я, Илюша, и сейчас мы находимся в игрушке под названием Bridge Race. И что ж, друзья, я уже накопил очень и очень большое количество вот этих материалов, с помощью которых мы как раз таки и делаем наши мосты. Поэтому давайте тогда, естественно, будем бежать вот сюда и в итоге строить наш мост. Смотрите, уже больше половины мы отстроили, но я вижу то, что там наши противники очень и очень даже хорошо, ребятоньки, ну, нас опережают. Поэтому нам надо поднажать и, конечно же, их тоже обогнать. Вот, смотрите, я сейчас только что взял еще немножечко подлутался, и в итоге давай-давай-давай, я успею, я успею, есть, смотрите, я выбился в четверть финала. Вот, вот это супер, тут у нас получается только две, ребятоньки, вот таких полосочки, и мы должны как-то еще успеть обогнать наших врагов. Воу, смотрите, смотрите, что он делает. Да ты вообще капец, какой наглость. И это жесть, блин, мне буквально две, ребятоньки, вот тут эти штучки не хватает. Так, я сразу же их, наверное, возьму и побегу быстрее, быстрее, быстрее сюда, потому что время-деньги. И в итоге, да, отличненько, мы теперь выбились в финал, и мне остается, ребятоньки, просто тупо пройти вот сюда, и теперь я на первом месте, я победил данные соревнования. Ю-ху! Ну и мне не терпится сразу же поучаствовать во вторых соревнованиях. Давайте, естественно, будем это делать, только единственное, ребятоньки, знаете, что я заметил? Чем больше у нас массы, тем больше мы можем даже врагов сталкивать со своего пути. А вот это, на самом деле, очень и очень даже хитро. О, я обязательно буду это делать, потому что это, ну, выгодно, друзья, по крайней мере. О, стоп, зелёный, ты чё, совсем обнаглел, что ли? Офигеть! Смотрите, просто тупо взял и перекрыл всё, что у меня было. О, смотрите, зелёный, кажется, отстал от меня, он начал перекрывать дорогу вот этому красному. О, зашибись, друзья, наконец-таки я вышел хотя бы в четверть финала, и чё-то мне подсказывает, что эта карточка, друзья, будет не очень хорошей, потому что мы отстаём, причём очень и очень даже здорово. Ну-ка, сейчас посмотрим, чё тут мы построим. О, смотрите, выбиваемся, серьёзно. Давай-давай-давай, быстрей-быстрей, беги-беги. Есть! Офигеть, друзья! Я даже и не думал, что получится выиграть этот уровень, потому что он реально был очень и очень жёсткий. Но теперь всё, ребятки, обошлось, и мы выиграли уже второй уровень, и сейчас приступаем к третьему. Но, ребятки, знаете, что мы сейчас делаем? Мы зайдём в магазинчик и посмотрим, что у нас здесь можно купить. Во-первых, я вижу, тут у нас есть вот такие прикольные смешные блоки, ну, а также скины. Давайте попробуем купить скин. У нас теперь вот такой чувачок в наушниках и в чёрных очках. Выглядит довольно-таки серьёзно. Надеюсь, что он будет хорошо играть, естественно, и мы выиграем соревнования эти уже на раз-два, потому что предыдущие были очень и очень, друзья, даже такие жёсткие. Ну, ладно, я пока что буду придерживаться своей тактики. Я наберу максимальное количество кубиков, а только потом буду, естественно, начинать строить наши мосты. Вот смотрите, реально, как хорошо взял и больше половины уже всех отстроил наш мостик. Поэтому сейчас, я думаю, можно дальше просто тупо брать и уже не такое большое количество наших кирпичей именно копить. Потому что, в принципе, и так мы довольно-таки неплохо справляемся. Вот смотрите, хоп, я уже опять-таки в четверть финала, тогда, когда ещё никто вообще, ребятки, ничего ещё не собрал. Поэтому это просто суперски. Сейчас беру, естественно, строю ещё вот этот мостик. Я думаю, мне тут чуть-чуть буквально не хватит. Ну да, смотрите, буквально там две лесенки. Ну ладно, сейчас я их тут возьму. Вот, друзья, даже с запасом вот так наберу. И в итоге, ребятоньки, выходим на финишную прямую. Мне нравится, кстати, то, что если я взял с запасом, эти кубики у нас остаются. И это очень хорошо, потому что я думал, что если они не будут оставаться, то нам приходится опять-таки всё заново собирать и так далее, друзья. А это не очень, как вы понимаете, удобно. Ну ладно, мы сейчас, ребятоньки, будем приступать уже к четвёртому уровню, где у нас опять-таки должен быть какой-то ключик. Я, конечно, не понимаю, что этот ключик нам делает, но он нужен. Я могу, друзья, предположить то, что этот ключик будет открывать какие-нибудь ящики. Как обычно, у нас всё это дело в таких играх и происходит. Ну ладно, это всего лишь мои теории. Мы потом обязательно это выясним. Кстати, друзья, напишите в комментариях, играли вы в эту игрушку, либо же нет. И до какого уровня вы уже дошли. Потому что я играю сейчас в неё впервые, и пока что дошёл только всего лишь до пятого уровня. О, вот как раз-таки, кстати, и ключик, про который я говорил. Нам осталось ещё набрать один ключ, и в итоге мы уже сможем что-то такое необычное открыть. Только, Дисней, я пока что не знаю что. Ну ладно, идём тогда опять-таки на первое место, как всегда, в принципе, друзья. И 325 монеточек мы получаем. То есть с каждым уровнем всё больше и больше монеток. Вот это мне, конечно, друзья, нравится. Сейчас тогда посмотрим, что ещё мы сможем купить. Я думаю, можно купить вот эти кирпичики. Потому что вот эта булочка у нас стоит 500 монеток. Покупаем наш французский багет. И следующее, ребятоньки, что я куплю, может быть либо скин, либо же цвет. Посмотрим, насколько всё-таки нам хватит деньжат. Ну, а пока что мы приступаем к нашему финальному пятому уровню. О, стоп, погодите, везде багеты лежат. Я думаю, друзья, это только у меня как бы будет такая привилегия. Но в итоге всё да наоборот. Ну ладно, окей. Будем тогда делиться нашими багетами. Всё-таки они выглядят очень и очень даже смешно. Блин, да что ж такое-то? Смотрите, как толкаются наши противники. Офигеть. Сейчас я чувствую то, что становится немножечко сложнее всё наше дело. Ну ладно. Сейчас мы будем продолжать нашу полосочку. Я думаю то, что в принципе мы сейчас должны перейти на четверть финала. Да. Фух, слава богу, друзья. Я думаю, что не успеем и опять придётся там бодаться с нашими вот этими противниками. А когда мы уже переступаем вот сюда, на вторую ступень, я уже чувствую себя очень и очень даже уверенно, потому что тут просто тупо не с кем сражаться. Противников здесь нет и это, конечно же, упрощает нам жизнь. Хотя, оу, смотрите, только что у нас один противник появился. Но я думаю, он не составит мне никакого соперничества, потому что я уже, ребятоньки, здесь, на финале. Мне остаётся просто тупо собрать ещё немножечко вот этих наших кубиков. И в итоге всё. Мы прошли данный уровень и получили 350 монеток. Ну да, как я, ребят, и заметил, с каждым уровнем на 25 монеток нам дают больше. Ну а сейчас у нас на старте шестой уровень. И, кстати, у нас сменилась локация. Сейчас мы находимся... Да что ж это такое, друзья? Когда они меня перестанут уже прессовать? Капец. Сколько я раз уже потерял мои кубики? Блин, ладно. Окей, я лучше тогда сейчас их сам буду вот так, смотрите, прижимать. Раз, два, минус два. Просто тупо взял, дал, отомстил им. И в итоге начинаю продвигаться потихонечку вот сюда. Я думаю, друзья, не так уж много кубиков буду брать. Потихонечку буду просто вот так идти, отстраиваться. Ну и, в принципе, сейчас, я думаю, надо взять нормальное количество кубиков. Потому что, ну там просто, друзья, надо дожать и всё. И мы уже будем, наконец-таки, на нашем финише. Вот такое количество, я думаю, как раз-таки, по сути, должно нас спасти. Есть! Отлично! Сработало, ребятоньки! Ну, тут, конечно же, я набираю всё по максимуму. Потому что у нас соперников просто тупо нет. И, конечно же, продолжаю отстраиваться. Блин, я замечаю то, что раньше, помните, мы собирали вот эти кубики? Ну, точнее, уже багеты. Мы нормально могли сразу же отстроить вот эту лестницу. А сейчас нам приходится отстраивать сразу же по два раза. То есть, туда-сюда бегаем. Ну, ладно. Это меня тоже не пугает. Потому что я беру и спокойненько уже прохожу шестой уровень. Кстати, заметьте, ребятоньки, следующая смена локации у нас будет городская какая-то. И это, на самом деле, будет интересно. Но интереснее, друзья, то, что сейчас следующий уровень будет у нас ключиком. И мы, наконец-таки, сможем проверить, что это вообще такое. Что мы будем открывать с помощью этих трёх ключей. А пока что я, ребятоньки, приступаю, конечно же, собирать наши кубики и прессовать наших врагов. Смотрите, минус один дал, минус второго дал. И в итоге всё. Я вообще вне конкуренции, ребятоньки. Просто тупо возьму и начну сейчас отстраивать вот эту мою лесенку. Вот это жесть, друзья. Такое чувство, будто я просто тупо за один раз смог бы, наверное, взять и всю её собрать. Но пока что мы этого не делаем, потому что нам надо всё-таки дособирать второй заход. И, конечно же, собрать вот этот ключик. Есть, друзья! Ура! У нас теперь их три штучки. И теперь мы сможем всё-таки что-нибудь крутое, да, открыть. Главное, чтобы это было не за рекламу. Ну, ладно. А мы постраиваем, естественно, уже нашу финальную лесенку. Вот сейчас я взял и смог построить до конца. Наверное, у меня оставалось с первого финала. И теперь со второго ещё чуть поднабрал. Именно поэтому у меня получилось сразу же собрать ту лесенку. Ну и в итоге седьмой уровень пройден. 400 баксов я собираю. И что же мы будем делать с нашими ключиками? Да, друзья! Отлично! У нас тут имеются сундучки. Сейчас тогда будем пробовать открывать. Первый посерединке. У нас монетки. Всего лишь 20, кстати. Блин, обидно! Ладно. Второй ящичек. Опять монетки. 30. И вот давайте вот этот ящик возьмём. Пожалуйста. Эх. А, нет, смотрите. Выпали нам книги вот такие. Офигенно, друзья! Вот это мне нравится. А то я уже расстроился, потому что сначала нам, ну, как бы ящик показал монетки. Но теперь у нас имеются книжки. Кстати, вот они следующие у нас идут. Ну, а на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Если на этом ролике наберётся 4000 лайков, то я обязательно для вас сниму вторую часть. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok